Здравствуйте! На 12-м канале час новостей. В студии Анна Кокорина и главное сегодня. Финальный техосмотр перед главным стартом. В техническом парке механики команд приводят спортивные автомобили в надлежащее состояние. Выйти на трассу шелкового пути готовятся испанцы, аргентинцы, немцы и американцы. Всего 90 экипажей. Спортсмены уже в Омске. Новые технологии в помощь автомобилистам. И ровность хода будет намного лучше. На Ленинградском мосту завершили первый этап ремонта. Когда сосед против, бригаду мастеров, готовых реконструировать теплоузел в доме на Ипподромной, не пускает собственник подвального помещения. Не могут зайти туда по отоплению, по каким-то вот аварийным ситуациям. Можно ли начать работы, вопреки мнению хозяина подвала? Чтобы не умерла в голодном плену. Собака ушла дальше по туннелю. И с туннелью ее уже было более тяжело достать. Из заброшенного канализационного колодца неравнодушно достали бездомного пса. Покажем кадры спасательной операции. Запустили обратный отчет до главного спортивного события года. Старта международного ралли «Шелковый путь» остается всего два дня. В регион уже прибывают именитые гонщики из разных стран мира. Аргентина, Испания, США и Германия. В общей сложности на трассу выйдут 90 экипажей мотоциклов и квадроциклов, а также грузовых машин и багги. Технику, кстати, тоже привезли. При этом часть машин в разобранном виде. Финальный техосмотр сейчас проводят бригады механиков, работают командами и с посторонними особо не откровенничают. Таков регламент. Максим Гречанин увидел, как собирает скоростных монстров легендарного ралли. О том, что в Омске вот-вот состоится что-то грандиозное, можно узнать, заглянув на левый берег. Справа от меня технический парк. Слева от меня тоже технический парк. Сотни автомобилей, грузовиков и мотоциклов собрались здесь для того, чтобы подготовиться к ралли «Шелковый путь», который впервые в своей истории стартует из Омска. Российская команда тяжеловесов «КамАЗ-Мастер» готова покорить ралли не только качеством, но и количеством. Впервые в истории «Шелкового пути» на старт выйдет сразу 7 грузовиков «КамАЗ». А вот здесь, давайте пройдем чуточку дальше, располагаются те, кого уже называют основными конкурентами россиян. Вот здесь буквально в 20 метрах располагается команда «МАЗ-Спорт». Три грузовика новейшей капотной компоновки выйдут также на старт ралли «Шелковый путь». И именно этих парней можно считать главной конкурентной силой наших «КамАЗов». В техническом парке механики команд приводят спортивные автомобили в надлежащее состояние. Вмешиваться в их рабочий процесс мы не будем, а вот понаблюдать со стороны несколько секунд можем. Обратите внимание, под шатрами рядышком соседствуют испанцы, аргентинцы, немцы, американцы, бразильцы, голландцы, итальянцы. Настоящий интернационал. Сейчас они заняты своим делом, а уже через пару дней буквально выйдут на старт и превратятся в непримиримых соперников. Итак, 1 июля. Внимание всех любителей автоспорта будет приковано к Омску. Об организации событий международного уровня сегодня в эфире 12 канала. И радио Монте-Карло Омск рассказал руководитель проекта Владимир Чагин, известный как царь Дакара. Он семикратный победитель легендарного ралли в классе грузовиков. 1 числа на дистанцию выйдут 90 экипажей, в том числе и амичи. Гонщикам предстоит преодолеть горы, дюны и пески на пути из России в Монголию. Напомню, вход на Соборную площадь, где и пройдет церемония открытия для зрителей только в масках. Измерят им и температуру. За безопасность отвечает антиковидный штаб. Организаторы ручаются за эффективность его работы, которую удалось достичь, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с руководством Омской области. Мы вместе с руководством региона, дирекцией ралли в это время, вот с прошлой осени, стали как единая команда, единый коллектив. И, конечно же, такое быстрое решение всех вопросов, оно позволяет и участникам, и зрителям безопасно провести наше мероприятие. Конечно же, все меры предосторонности мы соблюдаем, все требования Роспотребнадзора. Еще раз хочу благодарить руководство региона за поддержку, понимание и за оперативность. Программа «Открытие» начнется на Соборной площади 1 июля в 17 часов с концерта Омского симфонического оркестра. Музыканты исполнят рок-хиты групп «Квин», «Пинк Флойд» и «Металлика» в симфонической обработке. После зрителей ждут выступления национальных коллективов, а в 19.00 представят участников международного ралли. Амичи смогут увидеть гоночную технику, которой управляют чемпионы. Места для зрителей расположены на стороне Успенского собора, откуда будут хорошо видны все мероприятия церемонии. Во всех деталях рассмотреть яркое шоу смогут и телезрители. Трансляцию будет вести 12 канал. И к другим новостям. Первый этап большого ремонта Ленинградского моста практически завершен. Сегодня специалисты забетонировали шов на третьей опорой. После того, как основа станет прочной, подрядчики приступят к асфальтированию. Работы, заверили специалисты, идут в срок, но жара все-таки усложняет процесс. Бетон ни в коем случае не должен перегреваться, иначе он поплывет, что впоследствии может привести к аварии. Поэтому, как только материал раскаляется до плюс 50, его охлаждают водой. Ну а после подрядчики проведут еще и лабораторные испытания. Керны, пробы покрытия, проверят на прочность. Напомню, в ремонте одна из главных городских переправ нуждалась уже давно, больше 60 лет. Швы на конструкции перестали быть герметичными. Во время дождей влага заливала опоры. Металл начал разрушаться. Теперь же их отремонтируют по новым технологиям. Эти деформационные швы будут иметь неопреновый компенсатор, который будет туда заправлен в дальнейшем. Что будет исключать попадание вот этой влаги непосредственно на ниже лежащей конструкции. Это поможет продлить срок службы элементов для дальнейшей эксплуатации. Предыдущие деформационные швы были с перекрывным листом. Как вы видели, ездили, там торчат прижимные болты. Сейчас этого ничего не будет. Ровность хода будет намного лучше. Завершить все работы планируют до 10 августа. Оставлять часть доходов омских предприятий оборонки в регионе для решения социальных вопросов, а не выводить всю прибыль в головную организацию. С таким предложением выступил губернатор Александр Бурков сегодня на выездном заседании сенаторов Совета Федерации по развитию оборонно-промышленного комплекса. В экономике Омской области эта сфера занимает ключевое место. 13 предприятий региона производят две трети всего объема продукции регионального машиностроения. Занято в этом процессе 25 тысяч человек. Александр Бурков отметил и стратегическое значение Омска как одного из крупнейших промышленных центров страны, где выполняет госзаказы для всех видов войск и вооруженных сил. Если мы хотим сохранять и привлекать квалифицированные кадры, в том числе и из центральных регионов нашей страны, то необходим дополнительный комплекс мер социальной поддержки для работников предприятий военно-промышленного комплекса. Это касается сегодня всей Сибири и всего Дальнего Востока. Мне кажется, что мы должны сегодня определить какую-то долю прибыли для предприятий ОПК, которое бы оставалось в регионе на местах, а не уходило в головную организацию, для того, чтобы предприятия могли решить свои социальные вопросы. Зашла речь и о новых кадрах. Система профориентации в регионе уже налажена. Так что 18-ю школу с космическим классом планируют перепрофилировать для подготовки будущих инженеров. Схему школа-вуз предприятия реализуют и на заводах. Например, в Омском научно-исследовательском институте приборостроения. Старшеклассники могут пройти здесь производственную практику. Побывали сегодня сенаторы и на некоторых омских оборонно-промышленных предприятиях. Например, в производственном объединении «Полет», где и сейчас ведется сборка ракет-носителей «Ангара». Гости увидели сборочные цеха, а также узнали, как реализуют на заводе промышленную программу развития и как проходит оснащение современным оборудованием. Омск на этой неделе превратится в Африку. Уже завтра воздух прогреется до плюс 35, и такие показатели сохранятся вплоть до 5 июля. При этом не будет ни дождей, ни ветра. Даже для начала второго летнего месяца подобная жара считается аномальной. Наплыв пассажиров в связи с такой погодой ждут на прогулочных теплоходах. Экипаж уже усилил милы санитарной безопасности. Таковы рекомендации Роспотребнадзора. Для путешественников на борту имеется необходимый запас масок, термометры и санитайзеры. Соответствующие требования должны выполнить и сотрудники. Никита Гайдаш продолжит. Каждый день у теплохода «Москва» запланировано по 8 прогулочных рейсов. Из-за установившейся в регионе жаркой погоды здесь уже совсем скоро ждут серьезного увеличения пассажиропотока. В связи с этим свои проверки активизировал и Роспотребнадзор. Рабочая смена экипажа теплохода начинается ранним утром. Команда теплохода «Москва» 112 подняется в Роспорт. Перед отправкой в рейс обязательная термометрия. Эти требования команда выполняет каждый день. 36,5. 36,6. Свой экипаж здоров, готов к приему пассажиров. После каждого рейса на теплоходе проводят санитарную обработку. Дезинфицируют столы и сидения, поручни и палубу. Должен быть на каждом судне и санитайзер, а также запас масок. Как для экипажа, так и для пассажиров. Соблюдение всех этих норм на контроле Роспотребнадзора. Специалисты проверяют и документы, санитарные книжки работников и даже судовой журнал. Так следят за качеством питьевой воды на борту. К повышенному вниманию со стороны проверяющих речники уже привыкли. Все требования стараются выполнять, да и пассажиры идут навстречу экипажу. Это усложняет работу экипажа, но эти дополнительные мероприятия необходимы в настоящее время, поэтому мы их все выполняем. Просим надеть маски и не толпиться соблюдать социальную дистанцию. Все безоговорочно надевают маски. То есть люди относятся с пониманием. Идеальная чистота должна быть и в машинном отделении. Рейды Роспотребнадзор проводит регулярно, в том числе и по обращениям о мячей. Так, в ходе прошлой проверки на теплоходе не оказалось масок и отсутствовала разметка для соблюдения дистанции. На этот раз претензий у проверяющих нет. В течение этого месяца по обращению граждан у нас были несколько выходов. В ходе этих выходов были выявлены нарушения. На сегодня все эти замечания устранены. Все в пределах соответствия требованиям как санитарных норм, так и распоряжения губернатора. Пока пассажиров на прогулочных теплоходах немного, особенно в будни. Но к концу недели количество желающих отдохнуть на воде увеличится. Выходные обещают быть экстремально жаркими. Так что экипаж усилит контроль за соблюдением правил безопасности на борту. Свои проверки продолжат и специалисты Роспотребнадзора. Никита Гайдаш, Андрей Кузьмин, 12 канал. Между тем в Омске очередной максимум по количеству новых случаев COVID-19. За последние сутки 221 пациент. 156 человек лечатся на дому. 63 меча справились с болезнью и выписались. Семеро умерли. В регионе увеличивают коечный фонд и постепенно переводят медицинские учреждения в статус ковидных госпиталей. Жесткую позицию по поводу масочного режима занял глава региона. На заседании оперштаба Александр Бурков распорядился усилить контроль и штрафовать тех, кто пренебрегает правилами. Режим повышенной готовности, напомню, продлен до конца июля, а уже с 5 по 19 число до 50% ограничат заполняемость театров, кинотеатров и спортивных объектов. Рискуют замерзнуть из-за нерадивого соседа. Бригаду рабочих, готовых отремонтировать теплоузел в доме на ипподромной, не пускает собственник подвального помещения. Пятиэтажки уже полвека. Инженерные сети за это время не меняли ни разу. Хозяин помещения против визитов даже экстренных ремонтных служб. Жильцы уже испробовали все способы, обращались в прокуратуру и даже в суд. Но пока тщетно. Дарья Шадрина разбиралась в непростой ситуации. Этот дом лишь на первый взгляд не нуждается в ремонте. На самом же деле, рассказывают жильцы, капитальное обновление требуется давно. Зданию уже полвека. За это время проблем накопилось немало. У нас угловые квартиры, полностью стояк не отапливается. В квартире температура не поднимается выше 17 градусов. У меня вся квартира должна отапливаться, но у меня отапливаются все комнаты, кроме угловой. И так у всего подъезда и справа, и с левой стороны дома. Причина, по словам коммунальщиков, в изношенных сетях. Заменить их планировали еще в прошлом году. Дом попал в программу капитального ремонта. Нашли подрядчика, составили проектную документацию. Специалисты провели обследование, которое подтвердило. Системы вода, тепла и электроснабжения находятся в предаварийном состоянии. Вот только приступить к работам специалисты не смогли. Вход в подвал, где и находятся инженерные сети, ограничил его владелец. Правособственность оформил еще в конце 90-х. Однако узнали об этом жильцы совсем недавно. Объяснение у него такое, что все равно фонд деньги разворует, и нам это не надо. А кому нам? Ты не платишь 475 тысяч, у тебя долг, мы жильцы оплачиваем, тебе не надо. Так нам надо. Мы дали согласие на это. Почему ты решаешь за нас? Состояние коммуникации ужасное. Все там бежит и капает. Электрика оголенная. Зайти в подвал не могут не только подрядчики, но и аварийные бригады. Из-за упрямства владельца помещения от дома отказалась даже управляющая компания. Ну, они на протяжении многих лет уже с ним также воевали по поводу этого подвала, что они могут зайти туда по отоплению, по каким-то вот аварийным ситуациям. И даже однажды был пожар у нас, и горело вот именно в подвале у него из проводка старая вспыхнуло. И поэтому они от нас отказались, что им уже тоже это тяжело нести, видимо, это время. При этом сам хозяин помещения в доме не живет. Как говорят люди, адвокат и бизнесмен постоянно находится за городом. Решить вопрос жильцы пытались в фонде капремонта. Но по закону, как объяснили специалисты, сделать они ничего не могут. У него именно подвальное помещение находится в собственности, и вся разводящая система находится, отсекающие краны, подающие магистрали, водоотводящие магистрали, все находятся в его помещении. И если он нас не пускает, но мы насильно никак не можем зайти, и у нас нет никаких рычагов воздействия, там уже у нас присутствовали и полиция, и прокуратура, и государственная жилищная инспекция, и представители органов исполнительной власти, администрация района. То есть на уговоры он ни на какие не идет. И все же выход есть. Восстановить справедливость можно в суде. Для этого жителям дома необходимо найти грамотного юриста. Помочь в поисках специалиста вызвался автор программы «Управдом» Владимир Казанин. Уже понятно одно, легким и быстрым это дело не будет. Но шанс на то, что в доме все же проведут ремонт, есть. Дарья Шадрина, Виктор Осинцев, 12 канал. Освободили из многодневного плена. Вызволять из заброшенного канализационного колодца собаку пришлось сегодня студенческому спасательному отряду. К специалистам обратились неравнодушные омичи. Они услышали лай и какое-то время подкармливали пса. Операцию развернули на пересечении проспекта Мира и улицы Доковской. Задача оказалась не такой простой, как показалось на первый взгляд. Для начала спасателям пришлось освободить проход от груды мусора, а после выманивать испуганное животное. Помогла в этом и наша съемочная группа. Для пса принесли еду, а путь к щенку освещал фонарь с камеры. В итоге спустя час его все-таки удалось вытащить. Собака ушла дальше по туннелю. И с туннеля ее уже было более тяжело достать, потому что мы не специализируемся на то, чтобы именно на отлов собак. Поэтому немножко другая стихия, поэтому были немножко трудности. Довольно-таки нелегко. Да, собака была напугана, она маленькая еще. Ну, получилось все-таки достать. Бездомный питомец все-таки решил сбежать, а колодец тут же закрыли с помощью подручных средств, чтобы обезопасить других животных от бетонной ловушки. Ну, это же животные, а тем более собачки. Они же умные такие. Они очень даже умные. Жалко животину. А то мы за всех боремся, а животина чуть не пропала. Вам огромное спасибо. И вот что еще покажем. Бросилась спасать детей, но не смогла выбраться из воды. В Черлакском районе утонула женщина и ее 6-летний ребенок. Готовы возрождать судоходство и строить корабли. Путейский флот, транспортный флот небольшого масштаба. Таким же образом можем строить грузовые суда. Профессиональный праздник кораблестроителей. Расскажем историю и перспективы одного из старейших судоремонтных предприятий региона. И разберут на косточке. Предполагается полный разбор скелета. В Краеведческом музее на реконструкцию отправят до исторического мамонта. В Омской области новая трагедия на воде. В РТШ утонули 6-летний мальчик и его мама. Несчастный случай произошел в Черлакском районе недалеко от деревни Малый Атмаз. Семьи отдыхали на берегу. Во время прогулки по отмели дети неожиданно провалились в донную яму и стали тонуть. 6-летний мальчик и его мама, пытавшаяся вытащить сына, не смогли выбраться. Еще пятерых малышей все-таки удалось спасти. По факту происшествия заведено уголовное дело. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства и причины трагедии. 34-летняя женщина пыталась спасти своего 6-летнего сына. Это ей не удалось. И она, и ребенок утонули. Однако родители смогли спасти и своих детей, и двух детей, утонувшей женщины. Сейчас проводятся поисковые мероприятия по обнаружению утонувших тел, осмотру места происшествия и допросы свидетелей-очевидцев. Снести нельзя оставить. Вырубать ли деревья во дворах и парках хомичи теперь смогут высказать свое мнение. Общественники и активисты будут принимать участие в заседаниях специальной комиссии. Первое такое прошло в мэрии сегодня. Сотрудники администрации, дендрологи и экологи обсудили более трех десятков обращений горожан. Многие из них жалуются на аварийное состояние посадок. Ксения Пашкова продолжит. По этой дорожке жильцы дома номер 17 на Красном пути ходят с опаской. Говорят, ветви тополя могут обломиться в любой момент. Боятся омичей отпускать детей на игровую площадку. Деревьям уже не один десяток лет. Кроме того, каждый летний сезон здесь начинается с пожаров и запуха. Тополя горят. Вот это за прошлый год, вот эти сгоревшие тополя, на них уже листвы нет. Они уже погибшие. Вот ветка упала, вот обломала большую ветку, падает. И все это падает на пешеходную дорожку. Дети ходят, женщины, все ходят здесь. Потом вон дальше тополь наполовину сломала в прошлом месяце. Падает на пешеходную дорожку. Судьбу зеленых насаждений сегодня решали на специальной комиссии. Аварийные тополя решили снести. Так что местные жители теперь могут не опасаться возможных ЧП. Заседание прошло в открытом формате. Помимо сотрудников мэрии, агрономов и экологов, высказать свою позицию могли и общественники. Кроме того, подключат активистов и к участию в специальных выездах комиссии. В ближайшее время у нас запланировано внесение изменений в регламент работы комиссии, в состав комиссии. Где у нас также будет расширено участие приниматься и общественниками, и дендрологами. И хочу сказать, в регламенте будут изменения касаться информации, информирования заявителей. И в том числе граждан, проживающих в нашем городе. И общественные организации будут заранее опубликовываться информация о количестве, об участниках заявки на те или иные виды работы. Всего специалисты обсудили более трех десятков обращений от жителей города, а также предпринимателей. Деревья они просят снести, либо кронировать. Как подчеркнули эксперты, если аварийные тополя или клёны решено будет вырубить, на их месте посадят новые саженцы. Ксения Пашкова, Денис Лопарёв, 12 канал. Чемпионы прививочной кампании Центральная районная больница Омского района заняла первую строчку среди ЦРБ по числу антиковидных прививок. Там защиту получили почти 29,5 тысяч человек. Рейтинг составили в региональном Минздраве. На втором месте ТАРа. Здесь вакцинацию прошли больше 10 тысяч пациентов. На третьем Калачинское ЦРБ. Там привились почти 9 тысяч человек. В Омске же в числе рекордсменов больница имени Кабанова. Вакцину там получили почти 30 тысяч амичей. Второе место у городской клинической больницы номер 11. Чуть больше 18 тысяч прививок. На третьей строчке медико-санитарная часть номер 4. Почти 16 тысяч привитых. Напомню, получить защиту от COVID-19 можно не только в больницах и поликлиниках, но также в торговых центрах и кинотеатрах. Если потребуется, мобильная бригада может приехать даже в садоводческие товарищества и на предприятия. Капитальный ремонт судебных домов в Омске выходит на финальную стадию. Но восстановление почти 300 многоэтажек регион получил из федерального бюджета миллиард рублей еще в августе прошлого года. По решению губернатора Александра Буркова деньги передали в городскую казну. Омская мэрия, в свою очередь, провела тендерный отбор. Конкурс выиграла компания Омск Электро. Сегодня на 58 домах работы почти завершены. Подробнее Никита Смирнов. Элеваторный тепловой узел. Здесь у них был старый, поменяли на новый. До недавнего времени в этой пятиэтажке на Волгоградской в квартирах текли трубы. Из кранов шла ржавая вода. В комнатах из-за старых батарей всегда было холодно. Теперь же в подвале установили новый теплоузел с приборами учета и автоматической подачей горячей воды. Изношенные металлические трубы заменили на пластиковые. Полностью обновили систему водоотведения. В доме под номером 7Б на Путилово подрядчик провел точно такую же работу. Так что у людей исчезло множество коммунальных проблем. С учетом прошлого года сделано около 18 домов. Сложности были по взаимодействию с управляющими компаниями, по поставкам оборудования. Ну и также попадаются дома, которые очень старых застроек. Их очень сложно делать. Но мы как-то со всем этим справляемся. И в принципе все дома готовы. В этой высотке на Королева также установили новый теплоузел. На все у подрядчика ушло чуть больше месяца. Теперь здесь работает умный общедомовый счетчик, который регулирует давление воды в батареях. Так что морозы жильцам девятиэтажки больше не страшны. На данном доме мы меняли тепловые узлы. Здесь, в этом доме их три штуки. Мы, соответственно, поменяли. На каждый узел поставили свою систему учета тепловой энергии. Мы уложились в сроки. Вот сейчас у нас осталась сдача только теплогенерирующей организации, да, наши теплоснабжающие. До 1 июля мы укладываем все. А рядом по соседству еще один капитальный ремонт. Строители заменили трубы, постелили новую кровлю. С современной ливневкой. Такие же работы строители провели еще на 13 высотках. Наши работы всегда приносят небольшие неудобства, потому что проникновение в квартиру, скрываем кровлю, бывают моменты затопления. Поэтому это для всех как бы всегда проблема. Но мы работаем достаточно быстро. Ну и в основном люди довольны. На сегодняшний день ремонт почти всех судебных домов, которым требовалось капитальное обновление, подходит к финалу. В августе 2020-го на эти цели средства Омская область получила из федерального бюджета. По решению губернатора Александра Буркова деньги передали в городскую казну. Омская мэрия, в свою очередь, провела тендерный отбор. Омская электро выиграла конкурс. На большинстве домов работы шли по графику, но где-то планы срывали и управляющие компании. Свои коррективы внесла и пандемия. На сегодняшний день мы подходим к финальной стадии завершения федеральной программы по капитальному ремонту домов, которая стала возможным благодаря усилиям непосредственно губернатора Омской области. Сейчас происходит массовая приемка домов. Мы заканчиваем эти работы. Несмотря на все трудности с поставленной задачей, компания Омская электро справилась. Обязательство по ремонту большинства домов выполнит на 100%. Никита Смирнов, Сергей Пайхалов, 12 канал. Омское отделение партии пенсионеров определилось стройкой лидеров на выборах в Госдуму. Об этом стало известно на сегодняшнем съезде партии. Он прошел в столице. Всего участвовать в голосовании будут две сотни кандидатов от избирательных округов по всей России. В список о Томской области возглавили руководители регионального отделения Иосиф Дроботенко, председатель городского совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов и врач Ольга Добаш. На съезде делегаты представили и проект предвыборной программы. Так, одно из направлений – пенсионная реформа. Партийцы предлагают выплачивать пособия напрямую из государственного бюджета. Так, размер пенсии, по их мнению, будет выше. Самый главный итог съезда – это то, что партия во весь голос заявила о своем существовании. Что это теперь не просто партия где-то сбоку, а что это партия, которая намерена стать парламентской. Они тогда будут во весь голос заявлять о необходимости защищать права пенсионеров. Особенно категории «труженики тыла» и «дети-сироты войны». Им предстоит возрождать былое величие. Профессиональный праздник сегодня отмечают кораблестроители. Омск, хоть и не портовый город, однако имеет свою историю строительства судов. Многие из них уже несколько десятилетий ходят по Иртышу. Причем не только в нашем регионе, но и в соседних областях. Сейчас перед отраслью стоят серьезные задачи. По поручению Александра Буркова планируют возродить речное судоходство. Для этого потребуются новые суда. Смогут ли их строить в Омске? Подробности в нашем материале. Аккуратно и очень медленно речной буксир спускают на воду после обязательного ремонта. Такое по правилам проводят раз в пять лет. Обновление судов сейчас основная работа омских кораблестроителей. В порядок здесь приводят не только суда Омского флота. Эти два теплохода после масштабного преображения отправятся в Салихард. В качестве ремонтной базы Омск выбирают из-за оборудования, которое есть далеко не в каждом регионе. Немаловажный фактор это судоподъемное сооружение, которое позволяет достать судно практически любого размера из воды на берег для производства ремонтных работ. Но ремонт он требуется, он всегда требуется, потому что судам средний возраст лет он не маленький. Вот этому, к примеру, больше 30 лет и он еще на плаву. Судно построили на Омском предприятии. До недавнего времени его использовали для углубления речного дна. Собрали омские инженеры и этот буксир на воду его спустили к 65-летию победы. Назвали в честь памятной даты. Несмотря на свои весьма скромные размеры, машина способна буксировать внушительные корабли и баржи. Вообще же, говорят специалисты, на предприятии даже сейчас могут выпускать и крупные суда. Были бы заказы. Это любые суда. Путейский флот, транспортный флот небольшого масштаба. Таким же образом можем строить грузовые суда. У нас на балансе предприятия есть судоподъемное сооружение, на котором, в принципе, все это можно осуществляться. Есть цех судостроения, есть оборудование необходимое для производства данных работы. Также еще у нас есть люди, которые это умеют делать. История омского кораблестроения началась в середине 19 века. Тогда суда изготавливали в таре, где и добывалась древесина для строительства. В 1914-м уже в Омске появились первые судоремонтные заводы. Тогда же начали развиваться грузовые перевозки по Иртышу. Золотым временем судоходства стали советские годы. Когда не 70-х, 80-х годов, с военния севера, весь флот шел туда с грузами. Грузы шли и шли круглые сутки. Щебень, трубы большого диаметра, песок и очень много грузов. Сейчас в Омской области хотят вернуть былые масштабы. По Иртышу на север речным путем планируют доставлять строительные материалы и продукты питания. Чтобы это стало возможным, в Омске создадут и судостроительный завод, который будет выпускать баржи и корабли. Елена Бабкова, Дарья Шадрина, Сергей Никифоров, 12 канал. У Амичей сегодня был последний шанс увидеть доисторического зверя, шертистого мамонта. Его скелет украшает выставку в Краевеческом музее, начиная с 1986 года. Уже завтра экспонат в буквальном смысле разберут по косточкам. Ему требуется срочная реставрация. Предполагается полный разбор скелета, то есть его полный демонтаж. Соответственно, работа с каждой индивидуальной его частью и обратный сбор. Сейчас у нас очень объемная палеонтологическая коллекция. И при необходимости или некоторые замены, или некоторые, ну скажем так, воссоздания фрагментов, они возможны. В нашем музее планируется создание новой экологической экспозиции, где как раз таки этот музейный экспонат, наша жемчужина займет достойное место. Реставрация предположительно будет идти до конца года, затем скелет установят в новом зале. Вообще же экспонат полностью разбирали и собирали несколько раз. Последняя версия состоит из костей разных мамонтов. Часть из них обнаружили еще сто лет назад в Знаменском районе у реки Оша. Затем передали в сельхозакадемию, где с ними работал знаменитый геолог Петр Драверт. А в 1957 году мамонта перевезли в генерал-губернаторский дворец. И только спустя еще 30 лет его собрали в таком виде, в котором он представлен сейчас. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем мои полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Если теплица, то на выставке теплиц у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Радио Монте-Карло. Спонсор прогноза погоды и поясевкова Марина Балакановна выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра 30 июня в регионе переменная облачность, в Омске солнечно, без осадков. Температура ночи плюс 16-18, в дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 31. В районах местами возможны грозы. Ночью плюс 18-20, днем до 26 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра артутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу, поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит-интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летний душ.рф. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова